Сегодня надо упихать две темы вместо одной, и обе темы очень важны. Давайте начнем вот что. Начнем с основания того, почему вообще, как у Канта, как возможны априорные синтетические суждения. Так вот, как возможно вообще, ну в данном случае нет, в данном случае именно априорные синтетические суждения, но это неважно. Как возможно вообще понятие дистрибутива? То есть вот мы взяли что-то такое, установили себе на компьютер, и оно работает. Вот. В результате чего? Какие основания положены в... С чего, собственно, начинать? Как получилось так, что у вас операционная система, которая состоит, мы тут мерили, да, из нескольких тысяч пакетов установленных и еще там десятки тысяч в загашнике, и все это работает друг с другом. Кто тот человек, который все эти программы запрограммировал? Хорошо, кто эти люди, да, вот, пожалуйста, весь список огласись. И как они организовались? Значит, что? И кто их начальник? Да-да-да-да-да-да-да-да. Кто им и так прикольно управлял вот такой эффективный... Все эти вопросы, вот все до единого, да, содержат в себе неправильный ответ заранее. А корень вот какой. Смотрите. Чуть ли не на первой лекции я рассказывал, когда рассказывал про историю, о таком эпохальном расколе, когда фактически программная разработка и последующее бытование программных продуктов разделились на два практически не пересекающихся мира. Временами они так друг с другом взаимодействовали, временами переставали. В общем, практически не пересекающихся. Один из таких изводов занимался свободной, открытой, про свободную еще речи не было, открытой разработкой, то есть ситуация, собственно, воспроизводила ситуацию, которая была до этого. Такая университетская разработка, у нас есть какие-то программы, мы их все совместно пишем, мы друг другом делимся текстами, и вот это все. А другой эффективный, на самом деле, очень на те поры в особенности инструмент, состоял в том, что мы внезапно осознаем, что продавая экземпляр программных продуктов, мы можем сделать довольно много денег. Собственно, об этом было письмо Билла Гейтса, такое известное, о нем даже есть отдельная страница в Википедии, которая говорит, ну зачем, вот мы тут упарились, как кролики, написали этот, я уже не помню что, кажется, бейзинг. А вы тут его просто так копируете друг к другу. А между тем, вы тем самым мешаете нормальную бизнесу, вместо этого вы бы сами могли, тоже мне люди, могли бы сами тоже написать какую-нибудь программу и ее продавать. Вот, я даже начну, наверное, вот с этого. Тут, правда, ссылка на песенку в Ютьюбе, вот, а вовсе не на то, что вы думали. Поэтому я, наверное, просто покажу. Значит, смотрите, в чем, собственно, бонус, когда вы организуете бизнес, состоящий в продаже, копии программного продукта. Предположим, предположим, вы хотите организовать бизнес, ну, я не знаю, там, надо погромче сделать, да. Где здесь? Или там можно колесо крутить. Мне кажется, он не крутится. Ну, ладно. Так. Раньше крыльцо крутилось. О! Дэнс. Мало, много? Тогда вот так. Все много? 16. Ну, окей. Все. Значит, смотрите. Предположим, мы для начала… Вообще, откуда взялись, извините, деньги? Деньги же это товарный эквивалент, да? Деньги-то нечто, что учатывают в схеме товар-деньги-товар. Предназначены для того, чтобы потерявшее универсализм человеческое сообщество, называемое город, да, могло сосредоточиться на профессионализации областей деятельности. Например, вы горшечник, и вы изготавливаете горшки. Значит, как устроен ваш бизнес? Вы тратите какие-то свои ресурсы. Ну, например, покупаете у землекопа. Или ездите куда-то за город, и там, собственно, наручно копаете. Получаете глину, и, значит, у нас один горшок. Это почти горшок, да. Один горшок. Это одна мера глины. Плюс оплата вашего труда. Как его назовем? А? Нет, нет, труда. Нормочас, да? Ну, допустим, не знаю, труд. Просто один труд какой-то. Будем измерять, труд будем измерять в трудах. Единица измерения, да? Вот. Плюс что? Ну, бонус, да, какой-нибудь. Или чего? Или не будем бонус сюда? А, ну, плюс эксплуатация, да? Там какой-нибудь, ну, не знаю, печка, обжиг, да? Значит, эксплуатация оборудования. Одно, да, оборудование. Нет, именно амортизация. Как это правильно сказать? Эксплуатация. Или засунем это все в труд? Нельзя. Труд отдельно, да. Труд отдельно и... А, в глину, да, все. Глина, и на самом деле под словом глина мы понимаем любые расходные материалы, включая уголь для печки, там, износ печки, материальный расход и расход человеческого ресурса. Вот. Как эта штука масштабируется? Это был один горшок. Десять горшков. И это у нас десять экземпляров глины. Н. Да? Плюс, извините, десять трудов. Дов. Потому что для того, чтобы сделать каждый горшок, вы должны взять кусок, значит, этой глины, сесть за свой гончарный станок и давай, значит, его вот лепить в течение какого-то времени. В чем, собственно, состоит бизнес у горшечника? Бизнес у горшечника состоит в качестве вот этого труда. Да? Значит, включим сюда, там, не знаю, ваше изыскание по подбору глины, рецептуру, вот это все. То есть, есть какой-то расходный материал, и сами эти материалы что-то стоят, но они столько стоят, сколько они стоят. И есть какой-то ваш труд, который вы фактически продаете. То есть, который является нацентом, когда вы продаете горшок, вы его продаете не за 10 глин плюс 10 трудов, потому что это ваш расходный материал, вы иначе, ну, не выживете. Или, скажем так, вы сами оцениваете этот труд. Да? Рынок оценивает ваш труд. Вот вы продаете горшок за столько, за сколько люди согласны доплатить к одной глине. Если бы они были не согласны, они бы сами сделали. Вот. Вот такое масштабирование. Собственно, на этой примитивной арифметике зиждется вся денежная система, по крайней мере, зиждилась до тех пор, пока не произошли кое-какие изменения в ней. Вот. И по большей части с этой же примитивной арифметикой связаны и законодательство. Опять-таки, вот еще там лет 10-15 назад, не сказать 20, оно обслуживает только вот эту схему и больше никакую. Практически. Почему такая штука? Потому что, да, значит, если кто-то захочет из этих 10 горшков у вас взять один, то он тем самым лишает вас глины и лишает вас того времени, которое вы потратили. Да, он должен вам оплатить и то, и другое. Как происходит дело с материальными объектами? С нематериальными объектами ситуация немножко иная. Допустим, мы сделали, ну, не сказать операционную систему. Электронных нету, да? Лук с программой, потому что программа нам ближе. Значит, одна программа. Да, да, вот, вот, 10 теорем Пифагора, это шикарно совершенно. Одна программа. Ну, давайте. Сейчас. Операционная система давайте лучше. Нет, плохо, там будет саптерн, фигня, да? Слово программа мне не нравится тем, что надо будет давать специальный комментарий, что это одна и та же программа. Экземпляр программы. Экземпляр. Да, да, совершенно справедливо. Ровно как гражданство конца. Один экземпляр программы состоит из чего? Ну, разумеется, из одного труда. Программист его писал. Да? Да, а какие здесь расходные материалы, в общем, не очень понятны. Ну, допустим, вы этот, ну, не знаю, там, на флешке покупаете или скачиваете из интернета. Компьютер со временем умирает. Какой-то расход есть, да? Ну, не знаю, там, флешка. Напишем флешка. Флешка – это достаточно материальный объект, чтобы его попытаться оценить. И при этом достаточно, ну, недорогой, чтобы не пытаться за этим видеть какой-то страшный расход чего-то, перерасход энергии и всего остального. Мы включим туда же амортизацию сервера, вот это все оправдывает энергию, вот это, ну, все, первое. Десять экземпляров программы. Давайте мы сначала скопируем, посмотрим, насколько это правда. Значит, тут у нас десять флешек, десять флешек, да? Упс. А труд по-прежнему один. Нематериальные объекты обладают свойством безущербного копирования. То есть, копирование, которое не наносит прямого ущерба материального, ну, скажем так, владельца. Да, если вы, допустим, съели яблоко, то вы больше его не съедите, да? А если вы написали программу, это как это самое, ну, типа, у девушки есть нечто, она это продает, у нее снова есть это нечто. Так и здесь, да? От того, что вы пользуетесь программой, она хуже не становится. Даже в каком-то смысле лучше она становится. Об этом мы сегодня попробуем поговорить. Что? Неубывающая предельная полезность, совершенно справедливо. Значит, безущербное копирование и неубывающая предельная полезность, совершенно справедливо. Не было ничего более глупым, как попытаться натянуть на эту, явно иную, с точки зрения арифметики, и в первую очередь с точки зрения человеческого участия в процессе схему, старые товарно-денежные отношения, виды товар-деньги-товар. Начали придумывать какие-то совершенно волшебные штуки, типа того, что вот, мол, мы будем оценивать, ну, вы у нас украли нашу программу, и будем оценивать не вот это, а вот это вы не можете оценить, я ее скачал, да? А сколько мой бизнес потерял, сколько мы не продадим экземпляров из-за того, что ты эти экземпляры у нас стянул. Вот. Это напоминает процесс 35-го года, когда человек украл там мешочек зерна, за этого нельзя было посадить. Тогда, значит, мы посчитали, что будет, если это зерно посеять, все, вырастить, сжать, все равно не хватило до того, чтобы печь, еще раз посеять, вырастить, сжать, вот тогда можно. Значит, как это называется на научном, самый, это какой ущерб? Нет, нет. Упущенная прибыль. Да, упущенная выгода. То есть, это надо всегда хорошо иметь в виду, что когда вам впаривают о компьютерном пиратстве, о компьютерном воробстве, это разговор исключительно об упущенной выгоде. Вот покажите мне реального творца, который, ну не знаю, там, поэта или программиста, который кричит на всех углах, что у него украли. Музыканта. Кричат на всех углах, что у него украли кто? Но издатели. То есть, люди, которые, собственно, получают эту выгоду от продажи тиража, и, соответственно, для которых вот эта упущенная выгода, это просто, ну вот, кровь. Да, 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 именно что. Вот, родственники Маршака. Вот, эти самые, наследники Маршака. Есть такое пугало в российском издательском деле, называется наследники Маршака. Это люди, которые просто выковыривают подчистую все, вот, просто. Значит, здесь я не буду вдаваться в подробности относительно механизма, скажем, патентования. Он здесь вообще говоря тоже при чем. Вот. Скажу только, что патенты на сегодняшний день практически не работают, если нету материального производства. Патент нужен тогда, когда вам нужно существенно большое время на раскрутку. У нас вместо патентов стартапы, которые живут, ну, сколько, ну, полгода, год. Если ваш стартап за год не раскрутился, вы берете новый стартап. И год это, на самом деле, очень много. Потому что, вот, ну, скажем, как у нас выходит версия программных продуктов? В три раза в год нормальная частота. Да? Если вы за, там, один квартал не смогли свои бизнес-преимущества в вашем айтишном деле монетизировать, значит, у вас какие-то проблемы, на самом деле. Или вы монополист на рынке, и вам пофиг, вы можете там два года этого дела жевать. Вот. Там, где идет настоящая конкуренция, там днями измеряется, ну, неделями максимум. Вот. А все эти, там, 25 лет на патент, вот это все, ну, обещал, что не буду рассказывать про патенты. Короче говоря, вот этот нехитрый трюк, подразумевание того, что здесь было 10 трудов и, соответственно, совершенно другой оценки нематериального продукта и позволяет людям, которые торгуют копиями, в рамках текущей экономической системы, которая до сих пор по-человечески не изменилась, получать гиперприбыли и платить с ней гиперналоги. Вот. Это такой вид монополии, только она такая, такой сговор, я бы сказал, международный. Да, то есть это монополия на… Во-первых, мы не вещь называем вещи. Угу. Мы не вещь называем вещи. Мы не отношение к вещам и обеспечиваем это отношение путем государственного и государственного. Ну, скажем так, не государственного, а, скажем… Путем… Да, совершенно справедливо. То есть на самом деле отношение к творческому продукту как к материальному продукту со всеми вытекающими, оно, вообще говоря, имеет только правовую поддержку, а такую вот, ну, здравосмысленную не имеет. Опускаю здесь момент относительно вознаграждения творцу, потому что мы имеем уже на сегодняшний день довольно много площадок, где вы это можете сделать. Кикстартеры всякие, эти самые… Что? Ну, да, да, да. То есть круги в конце концов. То есть ситуация, когда человек, автор творческого продукта, либо собирает деньги на имеющиеся всякие донейшены, да, вот, 10 центов за донейшены, вот, либо собирает деньги на старт, если это, скажем, программный продукт, эти ситуации сплошь и рядом заканчиваются успехом сейчас. И, заметьте, безо всяких на то механизмах, официальных механизмах в обществе. Ну, тоже верно, да. Вот, значит, вот этот трюк, связанный с продажей нематериальных ценностей по, как сказать, по принципам материальных, на долгое время обеспечил второму способу, способу, исторически второму, способу закрытого, закрытой разработки, соответственно, ограниченного информационного пространства, конкурентное преимущество перед способом первым. Значит, на самом деле, если посмотреть непредвзято, да, если на секундочку поверить в то, что эти два, как бы, по-разному организованных бизнеса имеют, ну, скажем так, у них нет проблем с деньгами. На самом деле эти два способа со всей очевидностью один удобнее, другой нет. Если у вас нет проблемы с, грубо говоря, ресурсами, предположим, они там бесконечные или условно бесконечные, это, конечно, абсолютно идеальная идея, идеальное предположение, но тем не менее, то ситуация закрытой разработки, когда у вас строго ограничено информационное пространство, потому что вы, торгуя копиями, в общем, боитесь утечки чего бы то ни было, что позволит этим копиям подешеветь. Ну, например, вашу идею украдет, значит, ваш товарищ, вот, он немедленно от вас отвернется, организует свой бизнес, и с учетом того, что это информационное производство, оно нематериальное, да, через полгода он вас, как бы, забьет ногами. Или, по крайней мере, станет вашим конкурентом, если там главная идея ваша утечет. Через полгода ему хватит на все. Значит, закрыто информационное пространство. Это значит, что внутри этого информационного пространства, то есть вот допущенных, в нашем случае, к исходному коду, очень малое число. Круг разработчиков в таких штук, он невелик, ну, хотя бы относительно невелик. Мы понимаем, что там у крупных контор проприетарных тысячи людей работают, но эти тысячи людей, вот, кстати, каждый знает очень небольшой кусок. На самом деле, там, полное информационное пространство недоступно никому. Вот. И поскольку бизнес, связанный с торговлей экземплярами, это бизнес, связанный с торговлей экземплярами, а вообще говоря, даже не с программированием, выясняется, что у всего процесса производства программного продукта меняются цели. То есть, когда вы идете наверх в фэдкуотер, вы понимаете, что там… В общем, это все равно, развиваете ли вы киму, или торговляете ли вы к тому, да? Потому что есть, как бы, понятие рынка, есть понятие извлечения, значит, торговли, есть понятие… Ну, в общем, идея свободной разработки, она, как бы, прекращается, особенно ситуация, когда выясняете, что надо очень сильно обратиться к рынку. Как правило, не как правило, а всегда, в случае, если мы не делаем владельцем, то есть, закрытым бытованием программного печенья, всегда есть конкретный владелец, который, собственно, устанавливает права распространения. Эти права распространения, как правило, жестко ограничены. Раньше там просили, значит, деньги за экземпляр, теперь просят деньги за пользование на определенный срок, потому что вот эти вот средства принуждения, о которых сейчас говорил Михаил, развелись настолько, что вы можете, как это сказать, ну, есть такие программы, они одноразовые. Кто сказал о неограниченном ресурсе? Вы сказали неограниченном. Его можно сделать, как это, в программу можно заложить ее ограниченность. Она раз, и через год у вас, как это правильно сказать, будет просроченной. Ну, вот это все, да? То есть, возникает противоестественная ситуация, когда потребительские качества продукта ухудшаются. Прям вот ухудшаются. Просто для того, чтобы этот бизнес поддержать на плаву. Чич, на плаву. Сейчас, в общем, довольно круто все это развивается. В противовес этому, открытый способ разработки выглядит более удобным для разработчиков, потому что мы имеем возможность полностью открывать наше информационное пространство, привлекать к разработке кого угодно, кому интересно этим заниматься. Не нанимать индусов по 3 рубля-кило, да? А именно что привлекать тех людей, которым это интересно. Из этого, на самом деле, следуют два забавных свойства. Это, опять-таки, не успею сегодня про все рассказать. Первое свойство – это то, что свободная разработка, как правило, делается комьюнити, сообществами. То есть, это такие организации человеков, которые самоорганизовались, во-первых, строятся по принципу свободы вхождения, свободы входа, свободы выхода, свободы мотивации. То есть, если ты занимаешься, если ты впрягаешься в какую-то открытую разработку, вообще говоря, никому не важно. То есть, конечно, очень важно, но нет разницы, зачем ты это делаешь. Ты можешь хотеть стать чемпионом мира по написанию кода. Окей. Ты можешь хотеть помочь людям. Ты можешь хотеть просто заработать. Тупо вот взять эту программу, доделать, и с помощью нее что-то такое заработать. Окей. Молодец. Ты можешь быть жутким лентяем, и хочешь, чтобы твоя программа делала все за тебя, и поэтому ты ее дорабатываешь. Шикарно. Один из самых лучших видов мотивации. Ну, как известно, как это? Человек ведь не должен работать. Человек должен думать, а работать должна программа. Вот. Значит, но вот эта свобода мотивации накладывает довольно специфический отпечаток на методы ведения бизнеса, связанных с открытой разработкой, и, соответственно, на методы администрирования, административного управления, точнее. Вот. Менеджмента. И менеджмент свободных проектов сейчас находится, ну, вот, на состоянии чуть выше, ну, скажем так, чуть выше стартового. То есть уже до народа стало доходить, что это вообще отдельная тема, но еще не дошло как-то делать по-человечески. До конца. Поэтому для тех из вас, кто, как это сказать, кому, не знаю, Лавру Билла Гейтса покоя не дают, да, как гениального менеджера, вот имейте в виду, что эта площадка правовладельческая, она уже изрядно истоптана, там уже, и уже из нее выжимают, ну, всякие вот такие вещи, как там, деньги за подписку, анализ рынка, все. А как менеджер свободных проектов, никто до конца не знает. То есть это до сих пор находится на интуитивном уровне. Посмотрите на всех лидеров свободных проектов. Это в своем роде гениальные менеджеры, но как они это делают, никакой технологии они наружу не покажут. Ну, не знаю, там, Линус какой-нибудь, Гвида какой-нибудь, Дим Левин. Это вот человек, который как бы сейчас находится, ну, наиболее статусный человек в нашем комьюнити. в комьюнити альт-линух стих. Вот. Такие вот дела. Да, и главное, главное, что свобода распространения программного спечения, то есть лишенная всяких ограничений, это на самом деле условия успешности такого рода бизнеса. Потому что если наш продукт не может быть свободно распространен и установлен, мы не получим правильного фэдбэка. Наверное, тут вот в плане этого нету. Надо, наверное, рассказать, как устроен бизнес. Но прежде чем рассказать, как устроен бизнес, давайте разберемся с свободным лицензиром. с свободным лицензиром. История опять-таки уходит глубоко в 80-е, когда некто Ричард Столман, известный хакер, работающий над всякими штуками, над лист-машинами в частности, внезапно обнаружил, что тот код, который он написал, ему не принадлежит, и он не имеет, уволившись с того места работы, где он его разрабатывал, не имеет права в него заглядывать. Вообще говоря, и помнить его не имеет права. Да, всего-то он хотел что-то напечатать. Он даже не хотел его продать отдельно от своей работы. То есть это все оно же, безусчердное копирование. Копирование-то безусчердное, но ограниченное правом распространения, оно оказывается как бы вот нельзя и все. Вот. И задумался он над тем, чтобы так же, как любой товар сопровождается тем, что называется лицензией в американском авторском праве, у нас, кажется, называется как-то по-другому. Потому что лицензия у нас называется право ведения бизнеса. Какой-то там договор, в общем. Да, вот оно самое. Чтобы помимо значит правовладельческих, то есть ограничительных соглашений, которые в первую очередь ограничивают ваше право на распространение программного продукта, а в случае некоторых государств еще и на условия использования этого продукта. Ну, скажем, по российскому законодательству кажется, все еще вам не могут навязать какие-то ограничения по использованию. Если вы владелец экземпляра, вы можете им пользоваться как хотите. А иногда бывает в некоторых странах по-другому. Просто законодательства стройны так, что вам могут написать мол вот только в полосатых трусах вы можете садиться за мою программу. А в неполосатых не можете. И вы должны с этим согласиться или не пользоваться программой. Так вот, плодом его размышлений Столмана была свободная лицензия, которая называется GPL, но про GPL пока что мы говорить не будем. Буквально еще минут пять не будем говорить про GPL, может быть, чуть больше. А поговорим про определение свободного обеспечения, которое от Столмана выглядит очень разумным и весьма адекватным в смысле понимания его нормальным человеком. Свободное программное обеспечение и, соответственно, свободная лицензия. По Столману эта лицензия включает в себя четыре пункта. Так называемые четыре свободы Столмана, но в русском переводе это принято называть не свободой, а правом. Первое, правоиспользование. Постоянно пропускаем мягкий знак. Правоиспользование гарантируется нам в Конституции. Если вы владельцы экземпляра программы, вы можете делать с этой программой что хотите. Даже так называемое домашнее копирование, как оно там называется. Ну, короче, бэкапный на случай порчи. Правда, вот эту вторую копию кажется запускать нельзя. Ну, черт его знает. Неважно, правоиспользование. Смысл вот этих четырех свобод состоит в том, что они ничем не ограничены, совсем ничем, за исключением уголовного кодекса. Если вы эту программу запускаете для того, чтобы устроить теракт, то нельзя ее запускать. Но не потому, что ее нельзя запускать, а потому, что нельзя устраивать теракт. Или эта программа там у вашего соседа тырит, как бы, наматывает, наматывает, да, тырит трафик, или наматывает на счетчике ваши киловатты. Да, вот ее запускать-то можно, но нельзя у соседа тырить трафик. А во всем остальном неограниченное неограниченное право. Право изучения и внесения изменений. При текущем положении дел это требует, опять-таки, без дополнительных условий, неограниченное право изучать программный продукт и вносить в него изменения. В столбском варианте улучшать. Вот там написано изучать и улучшать программу. Понятно, что любое изменение это улучшение, да? Вот. Но нет, да? Значит, смотрите, при нынешнем состоянии дел, скажем, в программировании, это разговор о доступе к исходным кодам. вам должны быть доступны исходные коды, вы можете в них невозбранно глядеть и невозбранно с ними что-то делать и даже потом компилировать, мне кажется, тоже сюда входит. Возможно, в далеком будущем появятся какие-то другие способы создания нематериальных ценностей, при которых нету исходников, а есть что-то другое. Я не знаю. Ну, например, для системы Scratch понятия исходных кодов вообще говоря нету, потому что в Scratch есть такие объекты, которые живут в памяти этой Scratch машины, а исходные коды это одна из форм их представления, причем, как я понимаю, неполная. Их еще там связывать можно, еще чего-то. Я могу соврать. Scratch это такой... Ну, там не асселлер, там какой-то хитрый язык. Да, там какой-то хитрый функциональный язык. Вся идея в том, что полная информация о том, что творится с вашим живым объектом, обладает только сама вот эта машина по обработке этого объекта, а исходник это один из компонентов. Но это скорее наоборот усложненный случай, чем какой-то иной случай. Но я могу готов поверить, что какие-то там, не знаю, когда изобретут телепатию, возможно, исходники не понадобятся. А еще есть нейросети, которые обучают задания. Да, 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 вот спасибо, Арсений. А еще есть нейросети, и если вы хотите свободно лицензировать свою нейросеть, то вам нужно под свободной лицензией выпустить не только алгоритм, ну, сеть готовую, которая что-то распознает, но и обучающую последовательность, разумеется. Иначе получится, что там вот таинственное издание как-то в ней заключено. Вот. Право распространения копий очень важное для ведения бизнеса, разумеется, и очень важное для сохранения эффективности открытой разработки. Программу будет пользоваться как можно больше людей в случае, если они имеют на это право. Если, напоминаю еще раз, что все эти права, они не ограничены ничем, кроме как бы непрямых нарушений других законов, никаких дополнительных клаус сюда вставлять нельзя, иначе это будет несвободная лицензия. Ой. Ну и наконец, главное для, собственно, любого ведения бизнеса, это право распространять не только неизменную исходную копию программного продукта, но и копии продукта с тем улучшением, которое вы туда внесли. Вот это уже собственный поинт, относительно которого вы можете организовать собственный бизнес. Потому что, если вы видите свой бизнес преимущество, например, в переводе на русский, берете, переводите, и давайте как-то это дело монетизировать. Кстати, здесь нигде не написано, что вы не имеете права это продавать. Совсем нигде. Конечно, вы имеете это право продавать. С некоторой оговоркой, что доступ к исходному коду вы имеете. Вот такая четверка образует так называемую разрешительную свободную лицензию, коих на свете порядка сотни, наверное, но может сейчас уже меньше. Самый известный из разрешительных лицензий это лицензия MIT, она же BSD, по-моему, разницы никакой, ну, U-style которая, вот, ну, и всякие такие, а бандам варит, do what you want, вот это все, да, значит, что может включаться помимо этих пунктов? Например, может включаться сохранение авторства. здесь нигде ничего не говорится об исключительных об, например, что? Именно оба. Да. И право на распространение. Да, да. То есть, например, от автора, да. Автор является автором всегда, да, вы не можете сделать какой-то, да, вы можете сделать какой-то трюк, нет, можно, там, помнится, запохлебку чечевичную, что-то такое продавалось, но кончилось это плохо. Вот. Значит, по крайней мере, по российским законодательствам точно нельзя. Да, такой договор будет незаконным. У них там было полюбовное соглашение, и то, в общем, кончилось все нехорошо. Значит, ну, например, так называемая BSD All ставила лицензия, она требовала сохранения всех копирайтов. Ну, не копирайтов, а список всех авторов. Поэтому старые BSD-шные исходники начинались с таких нескольких страниц текстов тех людей, которые приложили к этому руку. В общем, это, конечно, такой прекрасный мартиролог, продукт, но, но, блин, 20. Значит, кстати, не знаю, прямо сейчас надо сказать, или потом, Creative Commons, давайте потом скажем. В чем достоинство свободной лицензии? Достоинство свободной лицензии, в первую очередь, в том, что человек, получая на руки копию программного продукта, прекрасно понимает, что он имеет право с ним делать. Там, в общем, трудно прочитать не так. И, в частности, организуется такой задел для того, чтобы открытая разработка продолжала работать, люди приходили в сообщество, люди занимались этими программами и не чувствовали, что на них могут внезапно наехать. Вот мне учителя школьные очень часто говорили, а вот эту вашу программу Linux можно поставить, мне Билл Гейт за это миллионные штрафы не будет требовать. Вот когда у нас был проект в школах, вот ровно так было. Нет, не будет это написано прямо черным по белому в бумажке, которая сопровождает эту программу. Что ни Билл Гейт, никто не будет требовать с вас никакие миллионные штрафы. в чем главный недостаток разрешительной лицензии. Недостаток именно в плане ведения бизнеса. Будучи когда-то разработанной в том числе в расчете на то, что я сейчас скажу, эта лицензия позволяет следующий способ ее, как бы это сказать, применения. Берем свободный код, дорабатываем его, пользуясь правилом номер три и распространяем его под несвободные лицензии, результат нашей работы. Вообще говоря, никто не запрещает это делать. Люди, которые разрабатывали свободные лицензии, рассчитывали либо на то, что человек будет сознательный и он будет понимать, что он не может, ну как бы программное обеспечение развивается. Если ты, грубо говоря, паразитируешь на программу обеспечения, которая свободно открыто разрабатывается и постоянно берешь его, дорабатываешь, продаешь копию, то тебе никто не будет помогать. Ты будешь один на базе. Ты каждый раз, когда выходит новая версия, будешь что-то туда дохакивать, вот то самое, в чем твое бизнес-преимущество, и потом это продавать, значит, ну продавать-то ладно, продавать на здоровье, и потом это распространять уже без распространения исходных текстов. Это можно, но как бы это в каком-то смысле глупо. Хотя вот практика показывает, что не очень глупо. Вот. Есть множество примеров открытого и, видимо, еще больше множества примеров неявного использования свободных лицензий и свободно лицензированных программных продуктов вот таким способом. Ну, самый известный это TCP IP стек в винде. В какой-то момент до Microsoft дошло, что самостоятельно реализовать TCP IP стек это, ну вот как в этом самом Windows NT было, админ админит что-нибудь, пинги на машину не идут, потому что графическая подсистема, она так устроена, что она важнее, чем сеть. Ну так было устроено TCP стек, ну в старой какой-то NT, в троечке, в 3.5, по-моему. Вот, и вроде бы это даже официально признано, что TCP стек винды начиная с NT 5, он был замещен на BSD, и дальше они сами его развивали. Но тут понятно, они его взяли и сами начали развивать, а если ты там один, то тебе нет прямой выгоды сидеть и каждый раз все допиливать. Тем не менее, для многих людей это стоп-фактор. Ну типа я все написал, а какой-то там Вася Пупкин возьмет мою программу и будет там ее продавать без меня. Вот сюда вносить какие-то изменения очень не хочется, чтобы не потерять сообщество, поэтому вносится дополнительное изменение, дополнительное требование, которое называется капилефт. капилефт, ну это такой пан, да, это слово копирайт только лефт, одновременно обозначается буквой С задом наперед, значит, ориентированной налево, копилефт, вот, одновременно это же можно перевести как потерю право на, потерю, ну, лефт как потерять, да, копилефт, то есть вы теряете возможность регулировать право на копирование. Вот, почему? Потому что копилефт обычно требует самую, самую общую форму копилефта это распространение под, как это, производного продукта только под лицензией включающей в себя пункты 004. Такая рекурсия немножко. Это означает, что если вы берете свободный исходный код, то, что у вас должно получаться, должно быть как минимум включать все эти пять пунктов. То есть он тоже будет свободный и тоже будет включать в себя пункт номер 4, ну и дальше. Еще за это копилефтные лицензии называют вирусными. Если ты использовал копилефтный код, значит у тебя вообще по идее твоя программа должна быть копилефтной. Все. Вот. Я даже видел чувака, который работал над тем, чтобы переписать, кажется, злип. Злип. из-под ГПЛ-лицензии лицензии на бездишную, потому что у него работодатель требовал 20. Вот. Зато часто клиенты требуют, потому что у людей до сих пор такое правовладельческое мышление, они считают, что если им не принадлежат все не исключительные права, то типа они как бы не совсем хозяева этому коду. Ну потому что эти менеджеры, они на горшках учились. Вот. Ну ладно, мне кажется, пора заканчивать. Я уже много слишком говорю на эту тему. Но мне кажется, я уже почти все рассказал. Значит, в российском правовом пространстве все это валидно. Мы выпускали в 2004 году специальный такой сборник терминов, связанных с этим. И там, в общем, он неплохо прошел. Есть даже термин свободное программное спечение. В мировом масштабе помимо free software используется еще open source software. Open source software это другой комплект определений. Их там 10 штук. Клаус с авторством Эрик нашего Раймонда. И они немного более мутные. Раймонд со Столманом воюет просто вот махая огромными окровальными дубинами. Значит, кто из них более прав? Вот. Это очень смешно. Оба совершенно прекрасные ребята. Вот. Симпатичные дядьки. но когда они начинают говорить друг по другу, у них что-то меняется в лице. Вот. И как бы интересность изложения резко падает. Вот. Но что поделать. поскольку после более-менее такого аккуратного анализа выясняется, что open source license и free software license примерно эквиваленты друг другу, довольно часто можно встретить такую аббревиатуру. Free open source software. Вот. Все валит в одну кучу, это в общем нормально. Что еще на эту тему можно рассказать? Да, пожалуй, все. Все. Значит, давайте теперь перейдем ко второй части. Собственно, я говорил, надо было три темы, две темы запихать сегодня в наш разговор. Вторая тема это, собственно, как, почему то, что я сейчас рассказал, является основанием вообще для создания каких-то операционных систем. в принципе, это, конечно, тема не одной лекции, а нескольких. Но давайте я попробую по верхам. Поскольку у нас, давайте заглянем наверх, свободе, свободе, торговля и свободе. Значит, поскольку у нас главным организующим сообщества, фактором, является свобода, мотивация и общее дело, то есть к нам приходят люди, которым интересно делать то, что они делают, или выгодное, или еще чего-то. Но делать то, что мы делаем, мы делаем некое общее дело, ну скажем, разрабатываем, ну не знаю, какую-нибудь программу, или сборник программ. В данном случае речь идет о сборнике программ, о программном продукте, поданной дистрибутив флипус. То очень важно, чтобы эти люди между собой контактировали, и чтобы эти люди могли вносить в общее дело столько, сколько они могут. Даже такая картинка где-то у меня была в лекциях, сейчас я попробую поискать. Нет, это, наверное, лучше в гугле поискать. Это мультик про безучарное копирование. Кто разрабатывал и разработал ядрю Linux? Да, да, вопрос в Mail.ru явно. Нет, это не ядра Linux. Ну, елки-моталки. Сейчас что-нибудь придумаем. Сейчас что-нибудь придумаем. Давайте я пока словами расскажу. В общем, или совсем словами расскажу, или даже напишу вот здесь. Значит, смотрите, поскольку, еще раз, у нас главный принцип это свобода мотивации, то в принципе работает социальная технология, которая называется технология малых и средних групп. если речь идет о программном продукте, а не о чем-то таком зашкаливающе большом, как ядро, например, но даже когда речь идет о ядре, на самом деле все равно технология малых групп работает. как устроено любое свободное сообщество. Не важно, чем оно занимается, программированием, этим самым медиавилистикой, реконструкторством, клеят модели, не важно. Значит, у нас есть организующий начал общее дело, у нас есть некая, возможно, у нас есть формальная глава, то, что называется это необязательно, это опцион, часто бывает нужно, пожизненный добровольный диктатор, человек, который берет на себя обязанности принятия решения в спорных случаях, и также человек, который по ряду причин оказался наиболее грамотным, наиболее хорошо видящим все вот это. Но это необязательно, это опцион, есть масса сообществ, в котором диктатора нету. А главная движущая сила любого сообщества это ядро. На языке социотехнологии малых групп актив, там у какого-нибудь кордонского ландсберга это называется актив. Ядро, как правило, очень небольшое, один, два, три, десять человек. Больше десяти уже сложновато, им надо уметь между собой договариваться. Значит, что? Семь плюс минус два, совершенно справедливо. Семь плюс минус два. То есть психологически удобная величина. Это люди, которые между собой должны договориться. Это люди, чья, профессионализм позволяет строить стратегические планы и не принимать и не принимать соответственно стратегически неправильных решений. Это люди с хорошим статусом в сообществе, их уважают, к их мнению прислушиваются обязательно. И это люди, которые, как правило, посвящают все свое время работе над проектом, потому что уж почти наверняка при таких входных данных им за это платят. Хотя у нас был человек, допустим, дреппер же в сообществе Глепси, 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 долгое время заправлял человек по имени Урлих Дреппер. Он вообще был замдиректор или замдиректор какого-то банка по основной своей профессии. А этим он занимался так, по фану. Но очень жестко занимался. То есть вот так что не обязательно. Но тем не менее, стратегия, профессионализм, много вкладов, ядро. Около 10 человек. Там 7 плюс минус 2. Следующий сейчас я могу собрать, кстати, актив, по-моему, это вторая вторая. Первая не называлась как по-другому. Не помню. Слушайте, ладно. Второй у нас называется просто разработчики. А в случае дистрибутива они называются сопровождающие лимонтейнера. Что это за люди? Во-первых, их в два раза больше. То есть в 10 раз примерно в 10 раз больше. Вот. Это люди, которые периодически, но довольно регулярно вносят свой вклад в общий взял. Например, они используют данный продукт на работе, и им там чего-то не хватает или они находят какие-то ошибки, они их фиксят, они дописывают то, чего им не хватает, вносят это все в дело в общую кучу и тем самым дорабатывают то, что происходит. Вот. в технологии малых групп я вот начал путаться в терминологии, надо все-таки будет посмотреть, освежить свои. Это люди, которые, например, участвуют в совместных мероприятиях, которые готовы помочь трудом тогда, когда это надо, когда их ядро призовет, которым интересно это вообще дело реально, они этим занимаются, возможно, они этим занимаются в тех местах, где они живут, и вот соответственно. И третий уровень, так сказать, людей, которые принимают участвовать в процессе, это, скажем так, активные пользователи. Пользователи в терминах технологии малых групп это называется аура. Их еще примерно в 10 раз больше. Возможно, больше, чем в 10 раз больше. Зависит от популярности программного продукта. Это не просто пользователи, которые, значит, установили себе этот ваш Linux и потом ноют. почему он такой. А которые в нем разбираются. Если они нашли что-то, что им нужно, они обращаются к разработчикам. И вообще они внутри этого информационного пространства, они в ней его напоминают, информационное пространство открыто, поэтому проблем никакие. Примерно так устроено вообще любое свободное сообщество, а уж в первую очередь сообщество по разработке программного продукта, потому что и это собственно то, почему в 80-е годы проприетарный способ разработки закрытый, он рулил просто почти на 100%, а сейчас в общем уже и не очень. потому что информационная связность нынешнего пространства нашего плюс технологическая состоятельность, я про это попробую успеть сказать, позволяют привлечь к процессу практически кого угодно, людей со всех уголков земного шага. Лишь бы у них интернет был. Типичное сообщество разработчиков на сегодняшний день программного продукта включают в себя обязательно американцы, европейцы какого-нибудь, китайцы сейчас полезли активно, раньше не было. Что? Парочку? Немного. Индустов не очень много. Русских сейчас довольно много, и из бывшего СНГ много там всяких литовцев, Украина, Белоруссия. В Белоруссии сейчас довольно сильно поднялся в принципе IT-уровень. Правда, там в основном офшор, но тем не менее. Танчики все вот эти. Людям не обязательно встречаться. Они иногда друг друга не знают. Лишь бы у них был информационный пространство. Тут, конечно, уместно было бы продолжить разговором про информационное пространство, а потом закончить репозиториями и хранилищами и дистрибутивами. Значит, видимо, да. Видимо, да. Значит, помимо, напишу основное условие существования всего этого изобразия, информационная связанность. Что я имею в виду? Предположим, это у нас на двое 80-е годы, не сказать 90-е. Люди даже тогда умудрялись вполне себе нормально заниматься открытой разработкой, просто они вот эти свои исходные тексты перевозили, передавали друг другу на ленточках, не знаю, на конференциях. Они приезжали на конференцию, там тусили, обменились этими ленточками и все. Сейчас мало того, что все можно выложить в интернет, сейчас же есть, если ты не владеешь дисциплиной разработки с помощью какого-нибудь, не знаю, гита, то ты, в общем, неквалифицированный программист. То есть, ну, сидит дома, где-то у себя что-то кодит на колени, ок. Но для того, чтобы работать в команде, ты должен уметь работать с распределенной системой контроля версий. гид, не знаю, этот, как его, не надо пугать меня фосилом, этот самый, гидраргерум, как он называется-то? Меркуриал, да, совершенно справедливо. Меркуриал какой-нибудь, вот, ну, вот это все. Ну, как бы, не будем сейчас говорить о сравнительных достоинствах, неважно, важно то, что весь процесс разработки уже ориентирован на работу в распределенной команде, уже сейчас. Соответственно, у сообщества обязать, вернитесь мне интернеты, а, я, наверное, нажал на кнопочку какую-нибудь. Да, то есть я нажал вот сюда. Я еще раз нажал вот сюда. О, все, пошла, да? Окей. Спасибо, дорогая. Значит, в первую очередь, хотя это не очень важно для, нет, сейчас, о чем мы? Разработка, совместная разработка. Инструменты совместной разработки, начиная с того же гитая и заканчивая там, ну, всякими штуками нужными, очень сильно подпитывает открытую разработку как таковую. Ты пришел, принес свой патч, он вошел в upstream, ты разработчик. Никто тебя не спрашивает, ни пол, ни возраст, ни фамилия, ничего. Годный патч, отлично. Негодный патч, не отлично. Общее информационное пространство, ну, там, напишу www, только не ccc, а www. Общее информационное пространство, и это всякие вики, ресурсы сообщества, help и все остальное, которые опять-таки все вместе делают. В случае, в случае совместной разработки программного продукта бактрекер. Для тех, кто, возможно, здесь, здесь, несколько не в курсе, это такая информационная система, когда пользователь, тот самый активный пользователь, ровно вот этот. Ну, разработчик, это тоже активный пользователь. Видя какую-то ошибку в программном продукте или какую-то недоработку в программном продукте, по специальному, достаточно жесткому протоколу эту ошибку фиксирует, уведомляет разработчик о ней и, возможно, предлагает пути ее решения вплоть до, собственно, 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 и решает и тем самым, собственно, вносит свой вклад. Это похоже на систему учета билетиков на систему, как это еще называется? Ну, неважно. Короче говоря, эта ошибка сопровождается, у нее есть жизненный цикл, ее открыли, признали, пофиксили, оттестировали, что она пофиксена, закрыли. Вот. Или не закрыли, или реопинули, да, совершенно справедливо. И тут мы переходим к последней части нашего сегодняшнего разговора. Организация хранилища. Организация хранилища – это очень важный технологический информационно- информационная связанность и технологическая поддержка. Технологическая поддержка. Организация хранилища – это на самом деле технологический совсем не такой простой вопрос, как кажется. И именно он, именно технологическая состоятельность хранилища обеспечивает какие-то ответы на вопрос, который мы задали в самом начале. Как это вот наш… Кто написал и почему… И как так получилось, что наш Linux, наша операционная система, стоящая из многих тысяч пакетов, устанавливается и работает. Вот. Немножко уже становится понятно из этого изложения, почему открытая разработка и следующая, как бы, обеспечивающая ее свободное лицензирование необходимы для того, чтобы проект по созданию там операционной системы вообще сработал. Давайте я сделаю, давайте я сделаю одно замечание. В случае, если речь идет о разработке одного конкретного программного продукта, то разработчики – это, собственно, люди, которые его доделывают или там исправляют или еще что-то делают. В случае, если речь идет о создании комплекта программных продуктов, называемый дистрибутив, большая часть того, что делают разработчики, делают разработчики так называемый upstream, разработчики исходных программных продуктов. Ну, LibreOffice пишется команда LibreOffice. Вот. Человек, который делает так, чтобы этот LibreOffice работал в рамках дистрибутивов определенного сообщества, определенного линук сообщества, он, возможно, даже вообще не входит в число разработчиков в LibreOffice. Или очень эпизодически. То есть, какие-то, значит, ошибки страшные находят, эти ошибки туда засылают, а в основном его не разрабатывают. Ну, LibreOffice – это очень толстая программа, в других случаях может быть по-разному. Часто бывает, что человек, который оформляет программный продукт к помещению в дистрибутив в хранилище и вхождение в состав дистрибутив в данном сообществе, он же и разработчик. Ну, скажем, RedHut у нас разработчик очень многих ключевых вещей. Altinux – разработчик кое-каких вещей. Что? Да, довольно ключевых. Или, по крайней мере, входит в число разработчиков. То есть, наши люди из Steam входят в число разработчиков разных ключевых вещей. Дебиан. Ну, в общем, так бывает. Основное, так сказать, вот на эти тысячи и тысячи пакетов, основная как бы позиция следующая. Есть понятие upstream. Дайте я все-таки запишу. Upstream. Это то, что называется авторы. Автор. Так и напишем. Авторы. Вам как… Допустим, вы как раз монтейнер. Вы как монтейнер должны понимать, что автором, который пишет данный программный продукт. Либо в принципе все равно, как это будет работать в вашем конкретном дистрибутии. Например, в их конкретном оно работает. Либо они заморачиваются двумя дистрибутивами, как правило, это RedHat, у Fedora и Ubuntu. И тоже то, как они это заморачиваются, сильно зависит от того, насколько они с этим знакомы. А еще у них есть, если они не являются членами вашего тима, почти наверняка есть какие-то соображения, которые идут в разрез с тем, как принято в вашем дистрибутиве оформлять пакеты. Типичный пример Дебиан. В Дебиане любой программный продукт должен иметь manual page. Про manual мы сами говорили. Любой. На самом деле, существуют тысячи, если не десятки тысяч апстримов, которые не делают manual page. Дебиановский мантренер делает сам manual page. Правда, он туда пишет, этот manual page добавлен, потому что так написано в Дебиан-полисе, да и настоящую документацию смотри там. Что? Нет. А настоящую документацию смотри в разделе SEOs. И это лучше, чем ее нет, потому что человек смотрит в ман, а в мане написано, куда идти. Вот. Или, ну не знаю, скажем, не знаю, там в сообществе AdLinux очень не рекомендуется запускать программы с правами суперпользователей. Поэтому мантренер внезапно сопровождающий берет исходный текст программного продукта сервиса, про которого автор точно знает, что можно запускать в режиме суперпользователя, все хорошо будет, ничего он не сделает такого. Вот. И он прошивает код этого исходного программного продукта своими патчами, которые делают что? Которые, во-первых, при старте там то, что нужно сделать с правами суперпользователя, делается с правами суперпользователя, открывается лог файл, например, или сокет для связи, потом права сбрасываются до определенного пользователя системного и в таком режиме работает. И введение мантренерам при этом оказывается тестирование, отслеживание изменений, чтобы все это продолжало работать. Ну или пропихивание в AppStream. Дорогой AppStream, слушай, ну хватит уже из подрута запускать свою волшебную программу, давай, вот мои патчи, они прекрасные, у тебя все будет работать. Вот. Поэтому, еще раз, надо понимать, что у авторов, у AppStream цели не такие, как у Монтейнера, который, собственно, занимается тем, что адаптирует программный продукт, написанный другими людьми, он написан над свободной лицензией, поэтому в этой адаптации нет ничего плохого, кроме хорошего, ибо, скорее всего, он еще ибо ошибки исправляет и тестирует тем самым и там обеспечивает, помните, условия успешного ведения бизнеса, это как можно более широкое распространение, обеспечивает распространение этого программного продукта Монтейнера. Вот. Ну, соус-опровождающий тут уже было. Вот. Вот такие две роли. Почти всегда это выглядит именно так. Значит, доработка, доработка и забота о том, чтобы в рамках хранилища этот программный продукт работает. Что при этом представляет собой хранилище? Очень-очень коротко, время у нас заканчивается. Я, правда, выил 15 минут в начале, но тем не менее. Что представляет собой хранилище с точки зрения Монтейнера? Это не только место, куда складываются, ну вот, а, оформление пакетов. Сейчас напишу. В том числе в виде пакета. Про пакет мы говорили в прошлый раз. Кстати сказать, не обязательно именно и только в виде пакета. Когда-то давным-давно это было действительно так. То есть, хранилище было такой файл и помойкой, куда Монтейнеры просто складывали свежесобранные ими пакеты неизвестно где. И этим люди пытались пользоваться. Ну, не работает, значит, Монтейнер как-то крилл собрал пакет. Именно поэтому, кстати сказать, большинство таких, ну, установщиков пакетов с историей, там, РПМ, ДПКГ, до сих пор умеют собирать пакеты из исходников. Команда установки пакета из исходников и команда установки пакетов из пакета это одна и та же команда, ну, чисто формально. На самом деле, конечно, код там разный. Потому что вот в те времена, когда никакого, никакой инфраструктуры хранилища не было, а хранилище это было реально просто складом пакетов, иногда было проще собрать все из исходников. По крайней мере, оно бы у тебя заработало на твоей машине. Вот как Генту сейчас работает до сих пор, да? Генту все собирается на той машине, на которой вы собираетесь. Для того, чтобы это было не так, да, значит, даже если это только так, было бы неплохо этот пакет, как это правильно сказать, подписать электронной подписью, чтобы гарантировать безопасность его содержимого, что если его кто-то сломал, то это монтейнер. Как написать? Так написать электронную подпись, да? Таким образом, если у вас внезапно выясняется, что вы ставите пакет, у которого с подписью какая-то фигня, то, может быть, это вообще плохой, негодный пакет. Вот. Теперь все-таки для того, чтобы этот пакет хорошо работал в рамках всех других пакетов вместе со всеми, необходимо, чтобы были утверждены зависимости. Причем не просто зависимости, а зависимости на тот самый набор пакетов, которые в данный момент, вот прямо в тот момент, когда вы туда помещаете свой пакет, находятся в хранилище. требования немножко бредовые, если не вспомнить о том, что все современные дистрибутивы, которые binary-based, которые распространяются в виде бинарных пакетов, устроены так, что пакет мантейнер сам у себя на машине не собирает вообще никогда. Пакет собирает специальная сборочница. Давайте не будем писать следствие, напишем сборочница. Что такое сборочница? Сборочница это инструмент воспроизводимой сборки. То есть вы затолкали туда все нужные данные для сборки пакета, дернули ручку, у вас получился пакет, вы еще раз затолкали туда все нужные данные для сборки пакета. С дернули ручкой у вас получился абсолютно такой же пакет. Прямо вообще такой же. Отключаешься только временем сборки. Воспроизводимое окружение. Что это значит? Это значит, что для того, чтобы собрать ваш пакет, были установлены конкретные версии конкретных пакетов. Для того, чтобы сделать следующий раз, были установлены те же самые версии, те же пакеты, если они, конечно, не изменились. Если туда уже не помещены новые. Отслеживание того, что называется анметр. Это ведь не только нарушение зависимости, не нарушение цельности. по зависимости. По зависимости. Что такое цельность по зависимости вполне понятно. Значит, смотрите, вы ставите, допустим, вы собираете новую версию библиотеки в ваше хранилище, а все пакеты собраны со старой. Если прямо так взять и бухнуть туда эту новую версию вашей библиотеки, все старые пакеты перестанут работать. Предположим, что новая библиотека настолько отличается от старой, что ее использовать в качестве замены старой нельзя. Если вы просто бухнете новую версию библиотеки, потому что вы собрали самую новую, самую свежую версию в хранилище, вы все сломаете. В Altlinux лет 5 так не происходит. Потому что инструменты которые лежат на стороне сборочницы проверяют, а что будет, если собрать ваш пакет и попытаться его установить. И все пакеты, которые от него зависели, они вообще будут работать или нет? Они будут устанавливаться или нет? Установочные зависимости, зависимости на версии, если они там прямо прописаны в пакете, вы не сможете поместить в нормальное хранилище пакет, который эти зависимости ломает. То есть поначалу у нас было такое, которое количество вот этих неудовлетворенных зависимостей увеличивает, но теперь их равно ноль, поэтому вы не сможете. Что нужно сделать? Нужно также пересобрать и все пакеты, которые ломают ваш. То есть если вы помещаете какую-то библиотеку, нужно пересобрать также и все пакеты, которые должны быть собраны с новой версией библиотеки. в принципе это очень несложно, несмотря на то, что звучит страшно, потому что возможно в них не надо сделать никаких изменений, просто пересобрать, увеличить номер релиза, сказать, так, ну вот тут я взял, пересобрался, новую версию, буст, вот буст это просто вот такое, вот такое, с которым всегда надо все пересобрать, потому что там все время что-нибудь меняется. Вот. Тут правда есть одна проблема. Проблема стоит в следующем. Предположим, AppStream вам гарантирует, что он собрал новую версию, что его новая версия библиотеки абсолютно совместима со старой. Вы поверите на слово AppStream? Или будете проверять? А если будете проверять, то как? Общий ответ, да никак, поумолчи в принципе проверить голословное утверждение AppStream невозможно. Некоторые AppStream делают строго наоборот, они вообще забивают на совместимость, они просто выпускают новую версию библиотеки, говорят, это новая версия библиотеки. Некоторые AppStream наоборот говорят, они говорят, это новая версия библиотеки, так, на всякий случай, пожалуйста, удалите старую, поставьте новую, ничего не знаем, увеличили этот самый SunName и все. Каждая версия новый SunName. Кстати сказать, в AltLinux есть полисы, что у любой библиотеки должен быть Shirt.JapName обязательно. Если его там нет, вот туда надо вхакать, чтобы можно было хоть как-то это версионирование определять. Вот. Но на самом деле хочется более тонкой манипуляции. Если речь идет о библиотеках, то возможен же вот какой ход. Давайте в рамках всего репозитория создадим список имен, функций, которые эти библиотеки предоставляют. И будем отслеживать не только зависимости, которые пальцами вписаны в спеках пакетов. Ну и вот это множество предоставляемых символов. Мы собрали новую библиотеку. Она предоставляет некоторое множество символов, в общем-то сравнимое с множеством символов, которые предоставляет старая библиотека. Предположим, они равны. Окей. Это значит, что мы можем новую библиотеку вместо старой класть, и если все сломается, то это просто обстрим полный идиот, Монтейнеру следует за ним следить. Ну, например, взял и у функций количество параметров увеличил, никому не сказал, или уменьшил. Ну, так не делают, конечно, но некоторые так делают. Ладно. Или структурки там немножко увеличил. Предположим, эти символы разные. Является ли это причиной, что старую библиотеку нельзя заменять на новую? Зависит от того, какие у этих символов клиенты, то есть мы не только составляем множество символов, но мы еще составляем такой граф, какие символы, какими пакетами потребляются в рамках всего хранилища. И если выясняется, что мы помещаем библиотеку, в которой, скажем, удалено 10 символов, но есть только один пакет, который каким-то из этими символов пользуется, есть только один клиент у этих символов, тогда наш анмен будет выглядеть так. Пересыпите, пожалуйста, вон тот замшелый пакет от 2005 года производства с новой библиотекой, ну и что-то там с ним сделай, потому что он пользуется вот этим деприкетным символом. Все остальные клиенты этой библиотеки этими символами не пользуются, они будут продолжать работать. То есть если по именам чего символов, не знаю, как на русский перевести, если отслеживать вот такую зависимость более тонкую, то проблемы дурацкий обстрим все время обновляют версии, или дурацкий обстрим никогда не обновляет версии, частично решена. Частично потому, что ситуация обстрим увеличил размер структурки, обстрим никому не сказавший изменил, и не изменяя сунейм, поменял порядок параметров функции, вот, или тип вот такое. Это, естественно, можно отслить только глазами. Что еще? Параллельная сборка. На хороших мошнащитях. На хороших мошнащитях. Сборочница может просто предоставлять вам нормальную собиралку. Я свою ребровь собираю только на сборочнице, потому что там 32 процессора, 32 ядра, он в 32 раза почти быстрее собирается. 40 минут он у меня собирается, а не двое суток. Значит, что-то я забыл. Давайте посмотрю туда, и мне пора заканчивать. А, мне еще надо ой, тут тем временем видео какое-то показывается. А, это было видео с этим самым copying is not theft. Сейчас, я вот, осталось только лицезонная частота, это high, это high availability, и можно переходить к дистрибутиву и заканчивать. Значит, смотрите, доступность, да, лицезонную частоту давайте в самом начале напишем. все эти пакеты можно скачивать, устанавливать и распространять. Все. Те, которые нельзя скачивать и распространять, надо скачивать с сайта производителя и дальше страдать. вот, о чем мы вообще не поговорили и не поговорим, это об установке ПО левого. Вместо этого мы поговорили в свое время о регулярных выражениях. Кто сожалеет об этом? Я нет. О, значит, поскольку свободное распространение, копирование мы можем брать и делать локальное зеркало, например, у нас на факультете есть зеркало репозиторий файлтлинукса. Мир, CSM, SU, RU. Так что обновление дистрибутивов можно происходить со скоростью там 10 мегабит. А то и 100. Сейчас там карточку вставили, 100 мегабит. 10-гигабитную. А, ну окей, но она есть. Понятно. Вот. И давайте у нас осталось 5 минут, учитывая, что 15 минут я выел от начала лекции. За 5 минут расскажу про, собственно, то, что называется, скажем, у нас в базальте то, что называется дистрибутив. Вообще, дистрибутив это программный комплект снабженный программный это комплект пакетов, ну неважно неважно пакетов или нет, это программный комплект, который посредством установки превращает ваш компьютер в компьютер с работающей операционной системой, скажем так. Вот вам определение. У нас есть нечто, которое распространяется, поэтому оно дистрибутив. Мы берем носитель с этим нечто, запускаем какую-то программу, которая называется установщик, и в результате этого установщика у нас на нашем компьютере внезапно оказывается операционная система. Или, возможно, это делается без установки, скажем, лифт флэш втыкаем, и у нас внезапно загружаемся, и у нас внезапно оказывается операционная система на компьютере, загруженная с флэшки. То есть дистрибутив представляет собой набор пакетов из хранилища. По секрету скажу, установщик – это тоже пакет из хранилища. Просто, как правило, если это не лифт флэш, если это не лифт версия, где все пакеты уже установлены на флэшку, то это такой склад пакетов и установщик. Установщик системы, это отдельная такая специальная программа, и установщик пакет. Или же пакетов на флэшке не складывают, это махонько такая флэшечка, вы втыкаете, она настраивает сеть и все пакеты скачивает из сети. Бога ради. Установщик. Вот. Так вот, дистрибутивом называется такой комплект. К этому комплекту, поскольку именно он будет распространяться под маркой, скажем, базальт или под маркой там, вернее, базальт называется наша контора, а под маркой Альт, разумеется. Вот. Или под маркой Дебин, или под маркой там Федора. Поскольку такой комплект, это и есть предмет распространения, требование к его качеству, к его синхронизованности, к его работоспособности, разумеется, выше, чем к в среднем по палате, ко всему хранилищу. Потому что, ну понятно, сколько у нас будет пользователей, во столько раз больше поток сообщений об ошибках и о предполагаемых доработках от активных пользователей мы получим. Поэтому дистрибутив. Поэтому хорошим тоном долгое время являлось так называемое эшелонирование хранилища. Когда у вас есть текущее хранилище, в котором может быть все разломано. Ну, в частности, у нас такого нету. У нас, как я уже говорил в Alt-Linux Team, хранилище не содержит анметов, и пакеты устанавливаются и работают. По крайней мере, устанавливаются, а то, что они работают, обещает мантейнер. Но, в принципе, возможна ситуация, что у нас есть еще над этим вообще какое-то такое мусорное ведро входное, в котором складываются вообще все пакеты на предметах потеститься. Периодически у нас тоже возникает такая идея, но она потом исчезает, потому что и так хорошо. На самом деле, потому что достаточно легко собрать пакет в Сизиф. Он называется Сизиф. Вот это вот хранилище нестабильное. Значит, нестабильное хранилище. Дальше из него делается так называемая ветка. Ветка – это значит, что мы в какой-то момент запрещаем изменения в нашем хранилище, за исключением тех, которые справляют ошибки. Давайте так напишем – стабильная ветка. Запрещаем изменения в нашем хранилище, за исключением тех, которые справляют ошибки или добавляют критично важные новые версии программных продуктов. Ну, скажем, новые версии, не знаю, там, LibreOffice или Firefox для потребителя, в общем, это важная вещь. Правда, скажем, у того же LibreOffice есть две ветки. У LibreOffice тоже есть две ветки, у него тоже есть эшелонирование. Так называемый стил и обычный. И у Firefox есть две ветки, скажем, то, что называется ESR с долгосрочным… Что? Да, с долгим саппортом. И просто. И еще есть Aurora, это вот. Ну, да, это для девилок. Точно так же в вот этом комплекте из тысячи различных пакетов, называемом хранилище, можно сделать такой срез и сказать, вот мы их сейчас разделим на две части, вы, разработчики, продолжаете разрабатывать, а вот те люди, которым интересно сделать постабильнее, давайте вот идите сюда и вот эти вот пакеты там, исправляйте в них ошибки. Если какие-то security будут претензии, значит, их надо точно исправлять. Если надо какую-то новую версию, потому что пользователи хотят новую версию, надо туда положить. Ну, а в основном трогать не будем. И вот на базе этого стабильной ветки плюс какой-то доработки, плюс немножко доработки. Возможно, ее нет, возможно, есть. А, ну, как правило, что это за доработка? Нарисовать обои нескучные. Переделать инсталлятор в зависимости от целевой аудитории. Побольше там будет пунктов или поменьше. По требованию заказчика вставить, ну, не знаю, там, шифрованию дисков по умолчанию. По требованию заказчика вставить логотип заказчика и еще чего-нибудь, какую-нибудь пропоритарную хреновину от заказчика, чтобы получился дистрибутив угодный заказчику. Ну, это уже я говорю про деятельность базальта, потому что, ну, понятно, да, в принципе, у комьюнити не очень интересно такие вещи делать. Под множество этой стабильной ветки, оформленной в виде инсталляционной программы или программы развертывания, если это лифт-сизи, на носителе и есть дистрибутив. Вот то, что вы скачиваете, по крайней мере, в терминах, там, Федоры, этого самого, ну, большинства комьюнити, дистрибутивом называется именно это. В случае дибиана дистрибутивом называется прямо само хранилище, если мне не изменяет память. То, что у дибиана, там, у него эшелонирование появилось первым, там этих самих хранилищ, по-моему, четыре. Unstable, testing, stable, experimental, вот, четыре. Experimental, unstable, testing, stable. И считается, что дибиан-полиси, то есть дисциплина разработки, настолько строгая, что вот ты берешь сборку из вот этих пакетов, и она сразу, как бы, из нее можно ставиться, и действительно так оно и есть. То есть дибианис-полиси все очень круто. Вот. Кажется, я сказал все, что хотел, да и время уже прошло. Сейчас я погляжу. А, еще поддержка, ну, слушайте. Да, я могу сказать только следующее. Поддержка, как правило, не дело комьюнити. Поддержка, как правило, дело той конторы, которая делает на этом бизнес. Потому что за поддержку деньги платят, ну, вот такие. И ее платят не за вот эти мифические 10 трудов, а за настоящие труды, да, за заказную доработку, за приезд и исправление ошибок, за дипломент, за вот это вот. Поэтому это очень хороший бизнес для свободного софта, его поддержка там, где она требуется выше, чем то, что вам даст комьюнити. Вот. На этом, собственно, хочется закончить этот кусок лекции. Напоминаю, что у нас остается открытым вопрос, чем в точности мы занимаемся в следующем семестре. Было бы неплохо, чтобы вы там поспрашали у своих знакомых. Может быть, им что-то тоже интересно. Вот. Список вопросов на экзамен опубликован. Вот он. Напоминаю, что экзамен всегда устроен так, что мы просто собираемся и беседуем в течение какого-то времени на все темы. После чего вы получаете любую оценку, какую захотите, ну, не выше той, которую экзаменатор сочтет нужным вам поставить. Можете вообще не получить оценки. Это спецкорс. Для того, чтобы записаться на экзамен, надо послать вот сюда письмо с темой экзамен и Linux. Вот два ключевых слова должны быть обязательно. Если их там не будет, я могу пропустить ваше письмо. Вот. Нужно это вот для чего. Ну, тут нас слишком мало, желающих сдавать экзамен. Вот. Но вдруг еще появятся люди, которые, значит, нас смотрят и не ходят, или которые подумают, что вот этот список несложный. Он несложный. Где он тут? Почта? Да почта обычная. Вот она. Она тут есть прямо на сайте Unix. Вот тема для экзамена. Возможно, я поставлю его на пораньше, потому что если экзамен начинается в 7 часов, то мы просто сваримся вкрутую. Ну, если будет очень много народу, будем думать. Но я не думаю, что будет много народу. Вот. На этом, собственно, все. Пишите письма. По тому же адресу пишите письма с предложением, что бы хотели услышать в следующем семестре. Кстати. Вот. И на этом до встречи на экзамене или же в следующем семестре тем, кого экзамен не интересует. Продолжение следует...